здравствуйте представляем котел сыроварню на 500 литров это кран уровня нижний кран это кран подачи сюда подаем средний кран пока мясо не падет с нижнего уровня то есть это кран у нас проточного выхода сюда подаем выход либо на теплоноситель либо охлаждение это контролируем кран уровня кран слива до 80 крышка разбирается на две половинки убираем ее котел у нас 500 литровый желобок для полного слива глубина 750 диаметр 960 так высота начата крана до пола 400 ножки на вибропорах регулируется мощности включаем сетевую кнопку терморевулятор на стаканчик варен стенку котла и каждый блог на полосы включаем получается 7 киловатт 1421 таймер для работы по времени я дожидаемся сочетую пара пока не пойдет строя пара то есть у нас котел пара водяной пошел пусочет пара перекрываем давление за давление в рубашке в котла это отработал таймер здесь у нас и два вареный клапан сейчас растет давление котла так мешалка у нас получается регулируется резистором либо быстрее либо медленней разбираться на кламповом соединении так давление у нас растет либо в одну сторону либо в другую значит при начать на пульте управления у нас значит не будет воды загорится авария красной лампочки то есть датчик сухого хода стоит и при достижении заданной температуры загорится верхний уровень и пока мясо не упадет не погасит котелка бы не включится в работу сейчас растет давление индикация показывает что как бы идет нагрев так у нас предусмотрен значит открыли рамка откидываемся узел откидывается клапа средний разбирается мешалка вынимается и ручная лира режет зерно вручную сейчас давление у нас до растет до предела на 4 и котел как бы отключится по давлению сейчас как бы идет нагрев так идет нагрев все отключилось под давлением пока давление не подвниз котел не включится это мы сейчас делаем принудить То есть сбрасываем давление, и стрелка падает, и котел включил, и то работал. Выключился, а все нагрета будет дальше. Ну все, котел готов к работе.